Как заваривать чай нужно, в этом видео мы рассказывать не будем, зато покажем как можно. Без чего чай заварить точно не получится, так это без самих чайных листьев и воды. Еще понадобится кухонный прибор, который воду нагреет, и емкость, в которой чай получится удобно заварить. Можно, конечно, воду и не нагревать вовсе, чай заварится и при комнатной температуре, но займет это неоправданно много времени. С горячей водой оно как-то удобнее, но температуру лучше подбирать в зависимости от сорта или не подбирать вовсе, как, например, в случае с черным чаем. В европейской традиции он более популярен, возможно, как раз из-за его неприхотливости. Он довольно легко переносит отклонения от нужных для заваривания 100 градусов. Ну а чтобы получить кипяток, сойдет даже такой на плиточный чайник. Греть можно на любой плите, подойдет хоть электричество, хоть газ. Еще и засвистит, когда согреется, ведь сам он не отключается. А вот для многих других сортов чая контроль температуры зачастую нужен более точный, и чайник со встроенным термометром поможет эти градусы отслеживать. Но только отслеживать, ведь греет он все равно до 100 градусов и отключается только тогда. Ловить нужную температуру придется в процессе и вручную останавливать. Другое дело, когда на чайнике можно выставить необходимую температуру. Набор основных чайных градусов есть в большинстве моделей. С нагревом до нужной температуры разобрались. Теперь о том, в чем чай заваривать. Чайники сразу со встроенным лотком под чай – это не самая удобная штука сразу по нескольким причинам. Во время заваривания чай оставляет налет. Придется мыть его чаще, чем если просто в нем кипятить воду. И чайные листья не следует передерживать дольше необходимого. А в таком чайнике за этим уследить значительно сложнее, чем в отдельной емкости. Поэтому даже заваривать чай в кружке кажется проще, особенно пакетированный. Но ароматные чайные листья в такой фасовке встречаются редко. За приятный вкус здесь чаще отвечают ароматизаторы. Более сложные сорта с богатым вкусом самих чайных листьев в такой фасовке встречаются совсем редко. Но и рассыпной заварить в кружке тоже не проблема. Проблема, что чай продолжит завариваться, пока напиток не закончится. Он, к сожалению, вкуснее не станет, если будет завариваться дольше положенного, и пить чаинки любят не все. Поэтому для рассыпного чая лучше подходит отдельная посуда. Но что лучше? Френч-пресс, классический заварник или что-то еще? Френч-прессом кажется пользоваться несложно. Во-первых, нужно подобрать правильное количество чая. Кстати, лучше использовать весы, чем мерить по объему. Листья разных сортов могут сильно отличаться по размеру при одинаковом весе. Перед засыпанием френч-пресс стоит прогреть, как и любую другую посуду для заваривания. Легче всего это сделать кипятком. После этого остается только засыпать, залить кипятком и закрыть крышкой. Но поршень продавливать не нужно. Это для кофе. Чай заварить, конечно, получится, но френч-пресс как посуда для заваривания подходит не вполне. Наливать из френч-пресса удобнее, когда поршень прожат, а он дополнительно отжимает чайные листья, чего с ними обычно делать не нужно. Они потом еще застревают в сетке, поэтому для мытья посуда тоже не самое удобное. Чуть лучше ситуация в заварочных чайниках. Сетка монолитная и во многих заварниках отступает от дна, поэтому лишняя вода будет стекать вниз. Удобно заваривать и черный чай, но особенно это важно, если вы завариваете чай по азиатской традиции – путем пролива. Это когда вы заливаете воду правильной температуры и сразу же сливаете. В следующий залив вы завариваете определенное время, например, 30 секунд. Следующий после него будет еще в раза короче, то есть 15. И если вам нужен такой точный контроль времени и температуры, для этого есть заварник еще удобнее. Вот такой. В нем две камеры, которые разделены клапаном. Заливаем, ждем заваривания и при нажатии кнопки заваренный чай сливается в нижний отсек. Ну или еще вариант – чайник полностью из стекла, включая лоток для заваривания, если вы сильно чувствительны ко вкусу или запаху других материалов. Металл или пластик еще можно почувствовать в напитке – стеклянный, точно нейтрален в этом плане. Заваривание чая, в зависимости от сорта, может быть как очень простым, так и невероятно сложным. Но на каждый вариант есть множество различной посуды и техники, чтобы упростить этот процесс. Пока!